Приветствую вас, и первое, что мне хотелось бы сказать это то, что вас задело, вот с этого мне хотелось бы начать. Видите ли, тот факт, что ситуация вас задела, говорит о вашей эмоциональной вовлеченности в этом, о вашем небесразличии, скорее всего, мужчине, то есть вы, вероятно, всего ему симпатизируете и симпатизируете несколько больше, чем он вам. В результате этого получается такая ситуация, что мы, жена, ведет себя независимо, а мы, в силу того, что более небезразличны, вы ведете себя зависимо. И на будущее, вот чисто теоретически, если мы ситуацию вам вот это разрешили, да, то вы другая. И вы опять, как бы, окажетесь задетой, потому что у вас действует к этому мужчине симпатия, и вы оцениваете этого человека и его поступки с позиции вот этой вот своей симпатии. симпатии. И для того, чтобы такие ситуации в будущем не повторялись, вам нужно либо перенаправить свою симпатию на другого мужчину, чтобы к этому относиться только чисто как к другу, и ни больше, ни меньше. Либо открыто заявите ему о своей симпатии, и тогда мужчины дадут вам понять, могут у вас быть с ним отношения или нет. И если нет, то вы эту ситуацию опустите и будете жить дальше. Теперь что касается того, как дать мужчине понять, что вы обиделитесь. Ну, видите ли, дать понять, что вы обиделись, вот именно дать понять ему человеку, любому, что у вас на него обида, именно обида, без формы претензии не получится никак. Потому что обида, проявление обиды, уже само по себе есть в претензии. Это нужно понимать. Обида не является претензией в том случае, когда, ну скажем так, когда она обращена на себя. То есть вот вы сами поняли, например, что вы обиделись, потому что внутри вас есть какой-то, скажем, конфликт, внутри вас есть какое-то противоречие. Оно способствовало обиде. Тогда вы понимаете, что обида это обращена на вас. Но если вы эту обиду хотите показать мужчине, то это уже изначально претензия. И если для вас претензионная форма не подходит, тогда можно говорить о, как сказать, установке границ того, что мужчина может делать в отношении вас. Вот допустим, он, как вы сказали, он вас кинул, да, значит, и ничего не объединил. То есть поступил с вами не умолчить. что лучше всего, если вы никак внешне не будете на это реагировать, вообще никак внешне, но при этом какие-то моменты, которые вы делали раньше вместе с ним, как-то встречались, может быть, общались. Вот это больше не делайте. Если вас связывают дела, то по делам и вопросам общайтесь, а все, что касается личного, все, что касается нерабочего, вот все это вам нужно игнорировать. То есть просто сворачивать диалог и не общаться. То есть дела решили, тут же сказали, все, я занято, прости, мне пора, пока. И все. И если мужчина вами дорожит, хоть чуть-чуть, то рано или поздно он вас спросит, а вот скажи, почему ты вот так себя ведешь. Что изменилось в своем отношении ко мне? И вы скажете ему, что, по сути, ничего не изменилось, вы так же к ним относитесь, просто у вас своя жизнь. И все. Но тут на самом деле, что вы скажете зависит от вас. То есть вы можете сказать, что просто разочаровались в нем, что вы думали о нем лучше, а он в действительности оказался там хуже. Или что вы виноваты в том, что вечно людей идеализируете, а в действительности они оказываются обычными людьми. то есть свое недовольство можно подать так, что оно будет не недовольством, но человеку все равно будет неприятно. Ну, например, если вы скажете, вот знаешь, я просто, у меня такой характер, я вот всех людей склонно там преувеличивать, да, я склонно обелять их и, в общем, думать, что они лучше. Я просто поняла, что ты совершенно обычный нормальный человек. и все. И мужчине тоже не приятно будет. Но формально к вам у него не будет претензий, потому что если он будет высказывать недовольство, то вы спросите его. А ты что, не нормальный? Ты обычный человек. Ему некуда будет деваться. И если он в ванной дронит, он никогда так больше не поступит. Или начнет спрашивать, а вот почему вы так решили, что вас толкнуло на изменение отношения, да, и так далее. Думаю, что лучше всего поступить вам именно так. На этом, в принципе, все. Я вам очень рекомендую подумать над тем, почему вас задела ситуация, почему она вас все-таки зацепила, потому что причину вот этого нужно устранить. Если ее не устранять, то так или иначе это будет продолжаться, будут продолжаться такие ситуации. и вы не сможете просто существовать комфортно для себя, ну, душевно, на душевном уровне, на духовном уровне, да, потому что мужчина будет все время как бы вмешиваться в ваши личные границы. Вот. Чтобы он не мерчился, нужно понять, что именно вас задевает, почему, и разобраться с этими причинами. Тогда вам будет легче. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если какие-то вопросы остались, обращайтесь в личку. Помогу. Если вам понравился мой ответ, пожалуйста, сделайте его лучшим. Буду благодарен. Поехали. Комфортно. Поехали. Поехали. Расширенные маски. Поехали. Угу. Угу. Продолжение следует...